Всем привет участникам, которые готовы сейчас подключить нашему единору. Пожалуйста, житель меня вкручит и уже закрылась на работу, поставьте близкий чат. С вами Александр и Ласечка, давайте сделаем шипик. О, отлично. Так, хорошо, хорошо. Что у нас на штат 8 часов, у нас впереди очень большая работа. Мы, при нашем финале, начиная более таким диалогом, даже не будет в нем на время, уже с нами сейчас. А, да, давайте я еще один поставить. Организационный вопрос задам. Сели участвовали в написании, выполняли задания, по которому дал правил председатель. Так, есть принцип, поставим, как, кстати. Те, кто не сделал, здесь начнут пришли как включители. Смотрите, это на ваше усмотрение. Хотя здесь задача это работать с тобой. Как вам отчет, вот например, меня опрос понравился? Да. Да. Здесь у вас 3 часа ночи что-то, да? Да, мне кажется, что здесь изучение не в нем с ним сопроводить глубина, потому что он участвует, и пока заполнялись в мою просьбу, и ответали именно все вопросы от глубина. Вот, это получилось так. Ну, в этом есть телефон. Хорошо? Я скажу включители. Включители, все это включили? Так, у нас есть десятый участник. Да. Ну, давайте уже так и маленько начнем. Значит, я сейчас прям передаю слово Павел Стехнике, с удовольствием, что здесь все представится, потому что слово, вы знаете, но на нем стоит не очень простая задача, которая заключается в том, чтобы вот вот эти внутренние парьеры и сопротивления, которые у нас стоят на пути, протяжениями, ну, тех же самых целей, которые вы там поставили, чтобы помочь, каждому из вас ну, или преодолеть, или снять это из мишени, честно говоря, вот, мне самовозится вот те моменты, которые мне мешают. Вот. А, бережно, я хочу передать в руки профессионалы, которые это будут с ним сделать. В принципе, то, насколько вы действительно продвинете вперед, это будет, опять же, зависит от вашей готовности. Действительно, проработать какие-то моменты, вы не решите. Это вот самую-самую страшную встречу и встречу с самим собой. Поэтому, Павел, я на 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 здравствуйте, друзья! Пожалуйста, поставьте плюсики в чат, если меня хорошо слышно, чтобы общение было, скажем, удобным и полезным. Хорошо, отлично, 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 вы меня слышите. Я сразу же хочу сказать, что очень благодарен вам за то, что вы собрались, нашли время и в первую очередь заполнили этот опросник и ответили на те вопросы, на которые действительно не так просто отвечать. И я по вашим описаниям ответов увидел, что некоторым было это достаточно сложно, а многим это принесло непростые эмоции и это был первый шаг. Это был первый шаг к тому, чтобы задуматься над тем, что вас ограничивает и начать то движение, которое, я думаю, мы с вами успешно будем продолжать, совершать на протяжении этих вот дней марафона. Так, сейчас ближе к микрофону, хорошо. Если у меня все получилось, тех, кто меня это просил, пожалуйста, прошу поставить плюсики. Лучше, да? Так, сейчас, секундочку, я еще немножечко передвину микрофон. Хорошо. А сейчас? Чуть лучше или лучше? Ага, он надежда поставила, отлично, отлично, отлично. Ну, тогда, в принципе, я могу продолжать. Хорошо. Ну, и вначале я хочу с вами познакомиться. Спасибо Александру за столь лестные слова. Они приятны. И я к тому, что написано на слайде, повторять я это не буду, я хочу дополнить, рассказать о том, ну, как я лично вляпался это дело, и почему седой, с бородой в очках мужчина будет рассказывать вам об этих вещах. И начну я так, немножко давнего прошлого, начну чуть ли не со своей юности. Вот в юности я впервые почувствовал состояние вдохновения, мне оно понравилось, это было необычно. Мое сознание расширилось, я почувствовал, что вот так, в принципе, может быть чаще. И мне захотелось, чтобы это было чаще. Потом судьба сделала меня педагогом. Вот я, в принципе, как, наверное, бог шива многорукий в многих ипостасях, вам, может быть, от этого будет немножко некомфортно, но так оно действительно есть. Я занимаюсь многими делами одновременно, надеюсь, я во всем этом преуспел. И вот, когда я стал педагогом, я создал школу творческого развития личности Промытый, и основная идея этой школы, мне понравилась когда-то фраза «Гениальность – это норма». Я делаю паузу, чтобы почувствовалась парадоксальность этой фразы. Ну, то есть, мы считаем, что гениальность – это исключение. А может быть, на самом деле гениальность – это норма. Я думаю, вы слышали, что мы используем свой потенциал, свой мозг, там, на 10-15%. И захотелось больше. Ну, я же не знаю, на столе, ну, по крайней мере, больше. Это уж точно. И это совпало, опять же, с идеей того, что вот есть вдохновение, есть состояние, когда мы, ну, гораздо, ну, как бы умнее, гораздо более способные, гораздо более эффективные, чем обычно. И достаточно через большой срок времени я столкнулся сам с теми проблемами, ограничениями, о которых мы сегодня будем говорить. то есть, в моей жизни была ситуация, я, ну, надеюсь, понимал, что все, что происходит неправильно, но ничего с этим сделать не мог. Я не буду подробно объяснять, но это были отношения, их нужно было прекратить, но я не мог это сделать. Я понимал, что они ни к чему не ведут, к сожалению. Ну, и, как первый вопрос, на который вы отвечали, да, все многократно повторялось. Я многократно, тысячу и первый раз наступал на грабли. И, в конце концов, это мне привело, привело к моему мастеру, к человеку, который познакомил город Кременчуг с расстановками. И я вляпался в это. То есть, я стал, в конце концов, сначала клиентом расстановщиков, а потом поехал учиться и получил соответствующее образование, квалификацию, и теперь занимаюсь этим уже много лет. И, занимаясь этим, я почувствовал, что, когда ты преодолел первую проблему, какой-то первый такой, ну, яркий момент, да. Да, кстати, я хочу сказать, забыл, что после всего этого моя жизнь кардинально изменилась. Так много в ней поменялось, что, в принципе, долго перечислять. Но она стала, в принципе, другой. Она действительно стала движением преодоления самоограничений. То есть, когда я первый порог, первую проблему преодолел, я понял, что мои горизонты раздвинулись, но они все равно существуют. И я натолкнулся на следующие проблемы. Это, кстати, было не очень комфортно. к проблемам привычным, ты уже знаешь, ты уже приспособился. А проблемы новые, нового горизонта, они, ну, другие. Их еще нужно изучать. И так в процессе постепенно я пришел к философии, вот так вот скажем, к философии постоянного преодоления самого себя. и я понял одну важную вещь, и хочу, чтобы вы, возможно, тоже приняли этот принцип, что самый главный капитал, это вы сами. Что вот то, чем вы являетесь, это и есть самый важный капитал. Так, меня слышно? Я увижу, Юля написала, где звук. Меня слышно? Поставьте все, пожалуйста, еще раз плюсики, если меня слышно. Может, это проблема только Юле. Спасибо огромное, спасибо. Юлечка, тогда как-то, пожалуйста, посмотрите, что у вас. Угу, все хорошо. И вот, все, что есть в вас, ваши способности, ваш потенциал, ваши какие-то навыки, которые вы развили, ваши умения, это и есть самый настоящий, самый неуничтожаемый. Ну, конечно, если вы умрете, то это с вами уйдет, но, в принципе, пока вы живы, неуничтожаемый капитал. И именно на него я рекомендую вам переориентироваться. И именно этот капитал оценивать как самое большое достижение. И хочу сказать, что, ну, по моему наблюдению и по работе с другими людьми, и по работе, по общению с другими успешными людьми, я знаю, что вот от этого уровня капитала зависит и остальные формы капитала. То есть, это вот и финансовый капитал, это и здоровье, это отношения с другими людьми, ваша семья, это вот отдых, ну, вот все, что я думаю, вы все знакомы, есть колесо успеха, все, что и там 8 обычно, правда, разные сегменты, ну, 8 сегментов обычно, вот все эти сегменты, все они зависят именно от этого личностного капитала. И вот, сам, когда я стал на этот путь, произошло это тоже интересное. ко мне, я психолог, психотерапевт, кстати, хочу сказать, что особенность, ну, именно, моего направления, я работаю не только с сознанием, но и с подсознанием. Вообще, подсознание, такая довольно интересная штучка, это такой черный ящик, в котором, такой черный ящик, в котором много чего, но мы сами этого не воспринимаем. Но оттуда оно на нас влияет. При том, там есть как наши ресурсы, вот то вдохновение, о котором я говорил, да, те способности, которые еще не раскрылись, не расцвели и в нас, которые еще только потенциально в нас присутствуют, так и наши проблемы. Так вот, в этом черном ящике, скажем, есть то, с чем я работаю. И именно, вот эта ситуация, когда-то меня действительно и подтолкнула, то есть, я вспомнил фразу, когда пошел первый раз на расстановке Астапа Бендера, не учите меня жить, лучше помогите материально. Ну, я объясню, в каком смысле. Я понял, что, в принципе, многие там умные, правильные вещи, которые говорят психологи, да, все классно, но если ты находишься в яме, и выбраться из ямы ты самостоятельно не можешь, то нужен кто-то, кто подаст тебе руку, кто-то, кто поможет тебе выбраться. Вот, когда ты из ямы выбрался, пожалуйста, дальше самостоятельно делаешь все, 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 что нужно, все, что правильно их говорят. И вот этой ямой являются вот эти подсознательные проблемы. Мои клиенты первоначально обращались ко мне по каким-то сложным, разным сложным вопросам. Особенно из этой техники, я, кстати, хочу спросить, пожалуйста, поставьте плюсики, кто слышал, что такое расстановки, и, может быть, присутствовал на них, тогда напишите, было бы интересно, потому что, ну, насколько вы знакомы с этой темой. Ага, ага, кто-то был, многие из вас... Хорошо тогда понятно, что это присутствовало. Ну, вот, для части тех, которые отсутствовали очень долго, и это, конечно, интересно, но не сегодняшняя тема, очень долго об этом можно рассказывать, но я скажу коротко. По моему мнению, на сегодняшний день это одна из самых эффективных методик работы с подсознанием, которая помогает за максимально краткое время добиться самого большого результата. Вот на то, что в психоанализе уходит там несколько лет работы, да, лежит там пациент, клиент на кушетке, работает с ним в психоаналитике, так вот много-много лет подряд, то достаточно одного, двух, трех, ну, иногда десяти сеансов, чтобы эта проблема ушла полностью, и человек при встрече, когда я его спрашиваю, ну, как? Вот та ситуация, он говорит, какая? Я говорю, ну, вот та. Не помню. Ну, то есть у человека, это, кстати, признак того, что полностью все прошло, он уже начал забывать о том, что у него была такая проблема. И я стал жертвой собственной, ну, скажем, эффективности. То есть когда первые такие острые проблемы, не знаю, житейские, со здоровьем, в отношениях там с родителями, с детьми, разрешались, то постепенно, постепенно эти люди начали приходить какими-то другими вопросами. И они начали приходить с вопросами по поводу бизнеса. Ну, бизнес тоже важная вещь, нужная. И так это тоже вот в это дело как-то, я не думал, что я буду заниматься бизнесом, в принципе, как-то сориентирован бы на классическую психотерапию, психологию. Оказалось, я обнаружил, и на сегодняшний день утверждаю, и думаю, именно поэтому мы с вами общаемся, что те же самые причины очень часто тормозят нашу успешность и в бизнесе. Те же причины влияют и на это. И так постепенно я начал работать в этой сфере. Люди начали приходить с одной проблемой, с другой, с третьей. Я уже себя спрашиваю, я психотерапевт или коуч, ну и так далее. На сегодняшний день я не знаю, как называть себя как специалиста, но по старинке я называю себя расстановщиком. И постепенно те люди, которые начали расти, у них начал развиваться бизнес, они начали достигать успехов, они тоже приняли ту же мысль, ту же идеологию, ту же, извините за это громкое слово, философию личностного роста, постоянного изменения, постоянного, да, я вижу так, психотерапевт, да, наверное, вот так вот оно и. Спасибо. Постоянного движения вверх, постоянной такой позиции. Блин, я чувствую, мне это не нравится, блин, я чувствую, я от этого волнуюсь. Все, я пошел туда, потому что именно там мои ограничения. Вообще, конечно, такая позиция, она с одной стороны комфортна, с другой стороны нет. Потому что ты постоянно идешь в ту зону, где тебе неприятно. Правда, потом ты получаешь радость и восторг, подъем, полет от того, что у тебя это получилось. Опять же, ты переходишь на следующую стадию и вот так вот, как на ракете, да, ты движешься, 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 движешься. Мне это нравится. Я предлагаю и вам такую позицию. Ну, по крайней мере, мне она кажется правильной. Кто со мной согласен, поставьте, пожалуйста, плюсики. Кто готов на эту авантюру начать стабильное развитие. Кстати, парадоксальное слово, стабильное развитие, потому что стабильность это не движение, а развитие это вот движение. Два, это сам понял. Ну, практически либо кто-то сдерживается, либо хорошо, хорошо. Ну что ж, в принципе, я думаю, вы именно потому на марафоне, потому что приняли решение развиваться. И я, кстати, хочу снять шляпу. Я вижу и по чату, и по опросу здесь преимущественно женщин. Увы, 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 в этом мире саморазвитием в первую очередь занимаются женщины. Вот и клиентов женщин у меня больше. Мужчины как-то сложно. Может быть, потому что их научили принципу, ты должен справиться сам. Может, еще по какой-то причине, но так или иначе. Кстати, мужчина есть сегодня у нас? Пусть мужчина отсигналит. Я тут оде... О! Все, я рад. Я рад. Жму руку. Женщины молодцы. Вы движетесь, вы ищете, и в этом залог, я думаю, вообще всеобщего развития. Ого! Еще есть один? Хорошо. Хорошо. И я, прежде всего, хочу рассказать вам, зачем я дал вам эти вопросы. Я уже понял, спасибо Александру за вопрос, что вам эти вопросы понравились. Я думал, что вы будете меня материть, когда будете их писать. Но, тем не менее, вы преодолели там их достаточно много. Но это очень важные вопросы. И если вы, в конце концов, захотите поработать со мной по преодолению своих личностных проблем, то они станут очень большой помощью. И это вот первичная диагностика, то есть ситуация, которая у вас в душе, и мы сможем сократить ваше время, сэкономим ваши же деньги. Поэтому не пропадет ваш скорбный труд, и душ высокое стремление. И я хочу объяснить, что большинство из этих вопросов были сориентированы на то, что происходит с вашим подсознанием. Сейчас немножко, чтобы вы понимали, почему подсознание, я немножко вам такое вот, да, я преподаватель, может быть, делаю глупость, но тем не менее, попробую объяснить. И вот вам схемка. Я думаю, вы слышали, что у нас есть уровни сознания. Первый уровень – сознание. Второй – подсознание. И третий – бессознательное. Кто знаком, поставьте, пожалуйста, плюсики, чтобы я понимал, кто в теме, кто не в теме. Класс, все, подготовленные слушатели. Могу даже материться научными терминами. Это у меня, кстати, извините, есть такая фишка. Иногда такие слова, матюки научные используют, амбивалентность, трансцендентный. Ну, извините, если что, не обессудьте. Хорошо. И вот я хочу сказать, что со времен Фрейда уже ясно стало в европейской культуре, что подсознание очень мощно влияет на нас. Может быть, даже мощнее, чем сознание. Там многое что. Ну, Фрейд говорил, что там сексуальные импульсы, тяга к смерти, к разрушению. Сейчас прошло уже больше ста лет. Нашли там такого. В общем, я подробно на всем этом не буду останавливаться. Но как раз я разместил то, что, судя по вашим ответам, может быть для вас актуально. И, в принципе, с чем чаще всего я и сталкиваюсь. Итак, в подсознании у нас много чего. И сейчас мы перейдем по списку. В первую очередь, а тут, кстати, находятся женщины. Я думаю, что это интересно будет не только в отношении себя, но и в отношении собственных детей. А у кого детки еще будут, то, как бы, и так сказать, непосредственно в связи с этим. Итак, первое. Внутриутробная или перинатальная память. Это память, которая... Она, кстати, есть двух недель. Я не знаю, знали вы об этом или нет. Ребенок помнит. На подсознательном уровне он помнит все, что с ним происходило. И просьба к тем, у кого будут дети, они будут беременны. Соблюдать некоторые правила, потому что, в принципе, они потом могут сказаться на жизни ваших детей. Естественно, я не буду говорить за алкоголь, за курение. Думаю, вообще здесь таких нет. Все, однозначно отбрасываем. Но... Сейчас я скажу. Сейчас будут правила. Но, смотрите, ребенок... Плод находится в воде. И когда он еще маленький, это может быть не так явственно, а когда он там чуть больше, любое сжатие плода приводит к тому, что его сознание затемняется. То есть, он как бы теряет сознание. Поэтому нужно быть крайне осторожными. И, естественно, вы не сможете, например, двигаясь там, нигде не прижаться, как-то не согнуться или еще что-то. Но самое важное правило, запомните, пожалуйста, не говорите в этот момент ничего. Потому что любая фраза может быть в этот момент записана на подсознание вашему ребенку. Если вы нагнувшись говорите, я ничего не вижу, я не говорю стопроцентно, но есть какой-то шанс, что потом у него может быть понижение зрения. Вот такая ловушка есть, в принципе, в нашем подсознании. Ну, опять же, вероятность не очень большая. Эти вот записи, они там лежат, как такие потенциальные. Да, ну, нужны еще особые условия, чтобы она включилась, эта структура. Ну, такая особенность, хочу сказать, что, в принципе, нужно быть аккуратным во время сексуальных отношений. Потому что, в принципе, вы понимаете, есть какая у нас такая шутка, да? Вопрос армянского радио. До какого момента можно иметь отношения с беременной женщиной? Ну, и ответ. Пока плод не начнет кусаться. Ну, в общем, я не знаю, интересно вам или не интересно, но, в принципе, все особенно динамичные сексуальные отношения между папой и мамой в подсознании ребенка записаны. Можно сделать это аккуратнее. Я вот сейчас... Продолжайте, продолжайте иметь отношения. Но как-то будьте чуть-чуть сдержаннее, да? Найдите какие-то позы, какие-то вот формы секса, которые, ну, будут щадящими для ребенка. Потому что у него может записаться как отвращение к сексу. А если будет все хорошо, и он чувствует, кстати, переживание мамы преимущественно, так и классная у него будет сексуальная жизнь в будущем. Поэтому не сдерживайтесь, но найдите правильные формы общения. Так вот, внутриутробная перинатальная память, она заканчивается моментом перед самым рождением. И следующий уровень, который есть, это вот так называемые матрицы рождения. Матрицы рождения — это четыре состояния, в которых мы находимся перед рождением, в процесс рождении и после рождения. Открыл их на них Славгров, и он открыл их довольно интересным методом — использованием наркотиков. Потом с использованием гипервентиляции легких. В момент вот такого дыхания человек спонтанно может переживать вот эти фазы, да? как бы заново пройти свое рождение. Так и было, кстати, это открыто. Но четыре фазы. Я вам сейчас скажу и скажу так. На собственном опыте, пройдя весь этот путь, я увидел, как это отражается на моей стратегии. То есть на базовых, извините, слово не могу выбросить, паттернах, да? На базовом узоре, алгоритме моего поведения. То есть первая матрица — это матрица невинности. Ну считается, что нам там в животике у мамы хорошо. Все приходит там через маму, мы дышим, питание получаем, все классно, в основном хорошо. Вот как мы там были в этот момент, так мы переживаем состояние, когда у нас все хорошо. К сожалению, моя мама в хрущевское времена меня вынашивала, и у нее и по жизни было тогда не все хорошо. И вот я на примере себя буду рассказывать, думаю, корректно. У меня, когда все хорошо, у меня чуть-чуть тревожно. Теперь я понимаю, откуда это, да? И в принципе, как бы, говорю, привет, эхо из далекого внутриутробного прошлого. И тогда меня отпускает. Следующая стадия — это стадия жертвы. Кстати, помните вопросик там по жертвам был, да? Кто может часто чувствует и попадает в ситуацию жертв? Стадия жертвы — это когда начинаются схватки, и ребенок, блин, я ничего не делал, все нормально, все хорошо. Мама, почему? Почему ты меня выталкиваешь? Почему? Я не хочу, не хочу я рождаться. Ну, было классно, и там плохо. И, ну... И... Некоторые люди, которые зависли на стадии, мама, ради меня, обратно, или вот состояние жертвы, за что меня обидели, за что от меня отказали, за что от меня отвернулись, может быть... Сейчас я на этот вопрос отвечу. Да, это может быть во время беременности был тонус, это тоже своего рода сжатие плода, но, в принципе, если это были не резкие колебания сжатия плода, то, я думаю, можно успокоиться. Хотя, опять же, я и скажу, наш метод будет такой, матюк сейчас, феноменологический. То есть, он исходит не из общих рассуждений, а из следования каждого конкретного случая. То есть, в принципе, я сейчас вам говорю такие вещи, но кому-то они будут совпадать и попадать прямо в точку, а кого-то они не касаются. Но так как я могу говорить только в общем, да, я могу только, работая с вами конкретно во время сессии, во время консультации, говорить и определять, что именно с вами происходит, ну, по неволе буду говорить в общем. Если ребенок родился через Кесарева, вы знаете, очень часто у него такая динамика может наблюдаться, что он не делает усилий для достижения цели. То есть, ждет, когда вот все само. То есть, следующая стадия, следующая стадия после жертвы, это же стадия борьбы. Мы понимаем, что все, капец, надо выбираться, нужно делать усилия, нужно изо всех сил ручками, ножками ползти, выталкиваться, там плеваться, матюриться еще по-детски. И как-то выползать оттуда, рождаться в конце концов. И вот тех, у кого эта стадия сильная, это борцы. Это люди, ну, самые такой крайние стадии, это там революционеры, всякие там все, кто добиваются, если вот они зависли на этой стадии, вот это борцы по жизни. Им только дать побороться, вот они без этого жить не могут. Но, опять же, если человек осознал, то может быть преодолеваемо. Но, опять же, без этого качества, ну, человек какой-то такой, ну, в принципе, те, кто исповедует я в потоке жизни, все придет само собой, пришло само по себе, может меня вот сейчас правильно жизнь наказала. Это где-то вот такое, да, тот, кто эту стадию не прошел, или слишком легко родился. Ну, вот это кесарево, или так бывает, знаете, как-то вот раз, и как-то легко прошло рождение. И... А если не делает усилий, это можно исправить в характере. Можно, конечно, все можно исправить. Я как раз к тому и веду, что все это можно исправить. Все это уже обнаружено, все это корректируется. При желании, конечно. И... Следующая стадия, это стадия любви. Мы наконец-то выбрались, мы победители, да, нам классно, нас ждали. Ну, в лучшем случае. Так должно быть, и так, в принципе, и происходит. Ну, правда, я рождался в советское время, когда по жопе, ой, извините, по попе шлепали, да, на холодные весы могли положить. В общем, мне все там было комфортно, но так или иначе, вроде мы радовались, да. И вот ощущение, что нас любят, это вот на следующей стадии. Хочу сказать, признаться вам, что у меня вот эта стадия достижения и стадия любви, она, опять же, была окрашена. Я вообще, в принципе, борец. Наверное, это было слышно, да, что вот борюсь, иду на борьбу с ограничениями. Но у меня была ситуация в битве пупы пьиной. Исправить не сломать, нет. Исправить не сломать. Сломать это неправильно. Ничего ломать не будем. Кстати, ломать это тоже, ну, такое очень интересное ощущение внутри, что нужно что-то сломать. Его тоже нужно исследовать. Так вот, у меня было обвитие пуповины, и получалось так, что чем больше я выходил, тем больше я задыхался. И я четко в момент тренинга я осознал ситуацию, что в своих делах я делаю очень мощные усилия, и подхожу почти к финишу. И у меня пропадают все силы и интерес к этому делу. Все, я как будто выключаюсь, как точно было на тренинге. Я где-то на минутку отключился, я потерял сознание. Ну, вообще-то я задохнулся, когда рождался, меня откачали. И вот точно так же до этого тренинга, до этого обнаружения этой структуры, я в жизни и поступал. Сейчас вот у меня происходит, опа, у меня снижение тонуса и снижение интереса. Я говорю, привет, перинатальное прошлое. И двигаюсь дальше. Для меня это сейчас признак того, что вот скоро уже завершится этот этап, и я перейду на следующий. То есть вот такие этапы. И я думаю, на моем примере, да, и у меня защита включается ножками. Сейчас отличница. Не знаю, может быть связано. Я думаю, что можно это было бы обсудить. И вот следующий уровень, следующий уровень нашего подсознания, это младенческие модели управления. Ну, мы рождаемся беспомощные, но на самом-то деле, я хочу сказать один парадокс. Ребенок самая мощная сила. Вот представьте, он еще только в виде сперматозоидов выскочил, да, попал в яйцеклетку, там через месяц мама посмотрела на полоски и сказала, и все, ее жизнь кардинально изменилась, понимаете. Ее, папы были беспечные, радостные. Я, конечно, ну, разные ситуации бывают, кто-то ждал и вообще напряженно ожидал. Но так или иначе, ребенок всех подчинил, всех построил, и теперь мама 9 месяцев будет выносить, потом несколько лет будут нянчиться, ну и вообще это на всю жизнь, да, вот. То есть некая власть ребенка, такая педократия, она существует, мы должны это понимать. Но с другой стороны, он рождается, он беспомощный. И он очень-очень с мамой связан, он очень-очень нуждается, да, он очень длительное время, он часть организма маминого. И его нужно, он учится как-то управлять. И вот очень интересно могут возникать такие модели управления. Ну, например, классика, и вы все мамы знаете, да, ребеночек заплакал, вы подбежали. Вы подбежали, он успокоился. Кстати, там интересный такой момент. Ребеночек заплакал, вы подбежали, все-всего в рот дали, он успокоился. Не удивляйтесь, если после этого ребеночек, когда у него будут неприятности, будет заедать это все и толстеть, и в принципе, вот, и так далее, да, вы понимаете меня. Есть заедающие, кстати. Может быть, кто-то отметит, есть заедающие. Не исключаю. Вот это вот довольно часто из-за того, что мама, почитайте baby-сайты, да, все мама говорят, да, я успокаиваю молоком, да, я даю покушать. Покушал. Кстати, хотел, не хотел, успокоился, да, и переедание сразу же возникает. То есть, в принципе, может он хотел, чтобы его положили, ну, и чуть-чуть, мало ли чего он хотел, потому что он же не может объяснить. Да, есть, не хочется. Это другая ситуация, тоже ее. Я боюсь, понимаете, сейчас давать какие-то рекомендации, потому что я даю их наобум. Мне очень важно ваши глаза видеть, вашу реакцию, ну, то есть, как бы обратную связь, реакцию на мои слова. А я сейчас вижу то, что ваши красивые имена, написанные в чате. О, пою песни, классно. Тоже классный способ. Это я пою мантры. Ну, тоже вроде как песни. Или вот эти вот горловое пение тибетских монахов. О, есть собратья по разуму. Хорошо. Итак, младенческие модели управления. Да, вот если, кстати, ребенок будет плакать, если будет ребенок нарабатывать вот такое, потом в будущем он, попадая в ситуацию какой-то сложностью, он впадает в уныние. И там есть вопрос по унынию. Ему кажется, что если он будет унылый, к нему придут на помощь. Иногда он уже, ну, не верит в то, что помощь придет, а рисунок уныния он рисует. Но, к сожалению, родители, ситуация с родителями, это кратковременно. Когда вы выросли, вы в унынии, извините за это самое, никому кроме себя не нужны. Ну, разве что близким, любящим вам людям, ну, может быть, супругу, детям. Ну, и то, в принципе, лучше не отягощать их этой ситуации. Лучше все-таки осознать, что с вами происходит, и понять, что уныние или упорство в унынии, иногда есть такое упорство. Не за всех, я не за всех, кто в уныние упадает, я именно буду это говорить, но может кто-то за собой сейчас честно отследил, что это механизм, который, в принципе, ну, тут с детства. И сейчас ничего не произойдет, к вам не придет мама, и не возьмет вас на ручки, и не укачает, и не успокоит. Вы уже взрослые человеки, и надо находить какие-то другие способы. Итак, мы с вами идем дальше, и следующее, вы становитесь уже старше, и у вас возникают так называемые роли выживания. Роли выживания чаще всего возникают при дисгармонических отношениях в семьях. К сожалению, увы, в большинстве, ну, таком, я не знаю, какой процентный, я бы сказал, ну, 75 я могу почти гарантированно говорить, в большинстве семей какой-то из балансов что-то нарушено. И почти от всех я могу сказать, что мы инвалиды детства. Ну, от того, что происходило в нашей родительской семье, того, что происходило между родителями и вами, и того, что происходило между родителями. И мы в этой среде, да, это у нас среда, где мы живем, где мы выживаем, мы должны там выжить. Мы должны там как-то вот и сами жить, и нам хочется, чтобы родители жили, и мы пытаемся приспособиться к этой среде. Если в семье один ребенок, это, это вот, это капец, извините, но если там все хорошо, то классно, а если он один, то тогда все-все-все на него, он даже отклеится на другого ребенка сложно, и как-то вот найти хоть с ним какое-то понимание. Хотя, опять же, не все случаи. И вот ребенок выживает, и вот есть классические роли выживания. Я прочитал и увидел, что у части из вас, у кого есть, отметьте, пожалуйста, плюсиками, есть синдром отличника. То есть тот, кто хочет сделать на 100-150, ну, я не знаю, сколько процентов. О, я вижу. Да, 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 да. Неудивительно, потому что, да, потому что так, да. Синдром отличника. Так вот, и вот эта роль выживания называется герой семьи. Таким способом мы пытаемся отвлечь родителей и вообще посторонних людей от того, что в семье проблемы. Родители радуются тому, что у нас успехи, успокаиваются. И кажется, как-то мир между вами и ими возникал, и это было полезно, это было нужно. Герой семьи, это вот одна из ролей выживания. Кстати, она социально очень поддерживается. Все мы там хотим золотые медали, все мы там все это самое. Все классно, классно. Никто не понимает, что ребенок это, в принципе, спасается сам и спасает родителей. А дальше у него будет такая ситуация, если, я не знаю, вот здесь, наверное, большинство из России, у нас 12-бальная система, да, то есть, вот если у него не 12 баллов, то полный капец, все, 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 а катастрофа. Но 11 баллов, это тоже по-старому пятерка. Но ребенок у него крышу сносит, не может быть, ему нужно вот именно 12, без этих 12 он и возникает, вы, возможно, знакомы, такое понятие гипермотивация. Когда человек, я хочу, я хочу, я хочу изо всех сил, я, то как раз, когда приходит момент испытания, у него его силы падают и у него низкие результаты. И вот с гипермотивацией мы заранее имеем, ну, такой вот механизм неуспеха. То есть, более спокойными мы бы были, вот троечники, они идут на экзамен, у нас вот тестирование есть такое, вообще государственное. А и по барабану, они вот тыкают там, пишут где угодно, да, интуиция им подсказывает, спокойно ставят. Интуиция подсказала, набирают баллы гораздо более высокие, чем те, кто готовили, старались, вот это вот с синдромом отличника. Вот такие пироги, я думаю, если вы себя узнаете, то, как бы, в общем, знайте, что это есть. Есть прямо противоположный синдром, и, кстати, тоже, мне кажется, может быть, у вас, у многих там есть ситуация неуспеха, да, описано, вот мы сегодня будем дальше рассматривать первый раздел, вот те, кто граблены, которые вы наступали. И часто написано, что вот так, я, как бы, не знаю, но могу предположить, что у вас может быть ситуация следующая. Парадоксально, но родители чаще обращают внимание на детей, которые что-то плохое сделали. То есть, когда хорошее, мы не всегда хвалим, и вообще не всегда обращаем внимание. Ну, делают уроки, ну и делают, да. Как синдром отличника в возрастной жизни проявляется? Вы слишком много от себя хотите, и поэтому у вас не получается. Вот так, я ответил, сдала биологию, Юлечка, молодец, если сдала, вот именно через пофигизм, классно, у вас будут хорошие результаты. Так, хорошо, хорошо, я двигаюсь дальше, надеюсь, что я ответил, да, надежда, надежда, да, ответил, все. И вот, да, 16 знаков внимания и тень, это классно, хорошо, что вы об этом знаете. И вот, иногда дети хотят привлечь внимание именно, ну, негативом. Что-то вот такое сделать, отчебучить, утворить. Как-то вот так. И так формируется постепенно, не всегда, это крайняя форма, роль выживания, козел отпущения. Это вот те ребята, которые, непонятно почему, но они, им чем хуже, тем лучше. И они, вот, в принципе, получают внимание родителей, когда они такое же что-то сделали, да, там, отхулиганили чего-то, или еще снова. Ну, вот такое, ну, в принципе, бывает так. Ну, надеюсь, что это не с вашими детьми, ну, по крайней мере, вы будете знать. Еще одна интересная роль выживания, потерянный ребенок. Думаю, по вашим ответам, которые я почитал, среди вас есть такие ребята, которые решили еще в глубоком детстве, я не буду мешать родителям. Я заползу куда-нибудь под кровать, а еще лучше в шкаф. Я построю себе свой такой мир, свой, отделенный от остальных, и там, в нем, в этом мире не будет комфортно, не будет как-то вот по-своему, хорошо. И я так буду вот сам, сам с собой, и мне самому с собой хорошо и не скучно. А с другими людьми, бог его знает, это чужой для меня мир, родители, в принципе, радуются, сидит себе ребеночек, играется часто, ну, и хорошо. А то, что он закрылся, и то, что у него потом будут сложности в коммуникации с лицами противоположного пола, с собственными детьми, и вообще, в принципе, самим даже собой, он будет не в контакте. Это вот не всегда понятно, и вот такой потерянный ребенок, то есть, кстати, они часто очень талантливые, очень способные ребята, но вот в многих сферах у них, к сожалению, есть проблемы. Вот видите, вы уже узнаете кое-кого из окружающих. В общем, со мной станете психотерапевт, а на венках. Да, вот. И это синдром у потерянного ребенка, так он называется, так вот, да, и вот если вы узнаете себя, это тоже исправляется, да, это тоже исправляется, кстати, достаточно сложно, потому что на контакт человек не идет, он так сложно идет на контакт с терапевтом, да, но тем не менее, прорыв, когда это происходит, очень колоссальный. И последняя роль, это вот, скажем, клоун, вот такой, или талисман его еще называют. Это вот ребенок, который научился снимать напряжение. Он то гримаску какую-нибудь сделает, он то что-нибудь такое утворит, что-нибудь ляпнет, как-то так. Все смеются, как-то все отвлекаются, родители до этого чуть ли не за ножи хватались, а тут он раз, и все так, фу, и напряжение спало. И вот такой клоун по жизни, помните песню Пугачевой, возможно, помните, да, там, я Орликина, Орликина, нужно быть смешным для всех. Многие клоуны, кстати, вот именно родом из этой роли выживания, есть такой анекдот, приходит к психотерапевту, мужчина говорит, помогите, не могу, у меня такая добросуха, мне так плохо, я ничего, мне ничего не радует, вообще, как-то я думаю о смерти, и полный, вот, полный, полный, полный такой вот депрессняк у меня, все, помогите, как-то вот это. Говорит, там, у меня есть хорошая рекомендация, вот только сегодня, только на один день, к нам в город приехал всемирно известный рыжий клоун, никто не может удержаться, когда он на сцене, все просто падают со смеху, вот, сходите туда, и он вам поможет. Доктор, вы не поняли, я и есть тот рыжий клоун. Вот такое, действительно, эти ребята могут очень хорошо веселить других, но в душе у них такое тотальное одиночество и тотальное какое-то ощущение, что они вот живут не свою жизнь, не как-то, да, вот я вижу, многие узнают, да. 16 знаков внимания, что это за знаки, но это отдельная тема, вы знаете, я думаю, это тема связанная, да, это прикосновение, это вот, внимание к ребенку. Давайте, все-таки, кто захочет, я сделаю по детям, хотя это не моя специализация, да, это вот классно, у меня есть коллеги, они очень отлично это все делают, а сейчас мы будем говорить все-таки об бессознательном. Могу, кому нужно, сбросить ссылочку. И следующее у нас уровень нашего бессознательного, подсознания, это психологические травмы. Психологические травмы, ну, они неизбежны, всегда у нас может что-то произойти, и там, в этой травме может быть какая-то наша боль. Ну, одну из первых психологических травм, это такая, так называемая, прерванное течение любви. Ребенку очень-очень нужен был родитель, а родитель, ну, не по злой воле, вот рядом не было. Он сначала плакал, потом начал как-то обижаться, потом сердиться, а потом родитель пришел, а ребенок уже злой и вообще не хочет, чтобы его обнимали, и отталкивает, и так вот на всю жизнь может такая травма остаться. Ну, это одна из таких травм. Может быть, разные, более жесткие травмы, к сожалению, это могут быть даже и побои, и это может быть массовая травма, то есть часто повторяющаяся, когда там мама кричит, ты дебил, ты ничего не умеешь, ты у тебя ничего не получаешь, он такой одновременно наезд ребенок, ну, что он может сделать против мамы? У меня есть друг, который, скажем, очень талантливый человек, да, и так вот был он моим клиентом, и, в принципе, вот это надо было, когда взрослый человек видеть, как он рыдает, вспоминая о том, как родители висели над ним, он делал уроки, когда они над ним висели, у него глаза были слезы, ручка вываливалась, и вообще для него школа это полный кошмар, ручка вываливалась, они на него наезжали, у него ничего не получалось, и это очень была тупиковая ситуация, и очень, в общем, школу он закончил плохо, но талантливейший человек, в принципе, светлая голова, но так родители помогали ему учиться, да, и вот разные рода могут быть травмы, и, кстати, при травме очень часто внимание человека бессознательно повернуто назад, среди ваших описаний часто есть проблемы с временем, такая некая потеря ориентации во времени, не знаю, вас ли это касается, но подумалось, когда я читал, что вот когда у человека есть бессознательная проблема, без подсознательная проблема, то его внимание обращено туда, вот там где-то девочка, которая 5 лет, и которая расплакалась, и вообще, как бы, не знаю, вот ей перестало сходить жить, она там осталась, вот часть нашей сущности там осталась, ее никто не пожалел, и до сих пор туда внимание уходит, и вы тогда можете теряться во времени, то есть вы можете как-то вот с временем плохо взаимодействовать, вот такая бывает ситуация, но многие другие бывают последствия, там я не знаю, ухудшение слуха, какие-то нарушения тактийно, ну, в общем, психика, это единое целое, там нарушения идут как бы по целому ряду, и, скажем, разные травмы, и они, в принципе, все это решаемо, если найти и, как бы, перепрожить заново уже в позитиве, с новым ресурсом, эту травму, то тогда тот заряд эмоций, который там был, разряжается, те силы, которые были там заблокированы, к вам возвращаются, вы как вот это знаете, долго носили на камень на душе, да, или там на спине, на горбу, он с вас сваливается, и такой приток, знаете, мощный, первоначально это вообще очень сильное ощущение, то есть, все это преодолимо, и, в принципе, очень позитивно потом влияет на общую динамику вашей жизни. Следующее, это кризис, родительское программирование. Очень объемная тема, так, читаю, как перепрожить, самостоятельно не рекомендую, потому что вы можете себя ретравматизировать, при любой кризисной ситуации вы в нее возвращаетесь, кстати, вот описано, вот действительно, смотрите, у вас привлекает, вопросы меня подталкивают немножко к изменению плана, рассказываю, но вот вас привлекает ситуация, да, где-то вы были неуспешны, где-то в детстве с вами произошла эта травма, да, и вот туда внимание приковано, и очень часто вы можете возвращаться в ту же эмоцию, вот у вас написано, что вот я тут делаю, 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 и не получается, и вы переживаете какую-то эмоцию, вот не исключено, что это та эмоция, там в детстве, вот там что-то у вас не получилось, вы это пережили, это была травма, и сейчас вы снова возвращаетесь, то есть в своей жизни вы бессознательно воссоздаете эти обстоятельства, бессознательно возвращаетесь в ту же ситуацию, которая была у той девочки в 5 лет, и дианетикой можно лечить, я скажу, что дианетика работающая техника, но дианетики, ребята, мутные, я ознакомился с дианетикой, и это была такая-то моя, так скажем, первая любовь к психологии, да, вот еще я не был психологом, но дианетику читал, так, как перестать трахать себе мозг, турбосуслик, книга, да, в общем, пишите себе советы, в принципе, делитесь опытом, и я дальше буду продолжать, среди родительского программирования есть очень интересная такая динамика, опять же, не все, я только фрагментарно, да, рассказываю, чтобы вы поняли, как вообще это работает, например, родители говорят одно, а делают другое, прикольно получают, на одном уровне мы записываем, как они делают, и в принципе, мы так и делаем потом в жизни, а на другом уровне мы знаем, что правильно поступать именно так, и в общем, тотальное, постоянное неудовольствие собой нам просто обеспечено, да, потому что мы свои оценки, мы себя оцениваем с позиции того, как считали родители, а делаем так, как они делали, то есть мы сами себя будем потом критиковать, и будем всегда собой недовольны, а недовольство собой, кстати, один из таких очень сильных ограничителей по жизни, и очень много силы забирает и делает нас неуспешными, вот родительское программирование бывает, конечно, очень жесткое, иногда доводит до психических отклонений, но когда тут две прямо противоположные команды по типу, стой здесь, иди сюда, да, и, ну, я думаю, что среди присутствующих таких вот команд родители не делали, в принципе, так далеко уходить не будем, и вот кризисы роста, ну, все мы знаем, что мы проходим кризисы роста, это и детский период, там вот есть разные силы, и годики, три, и семь, и когда подростковый очень сильно, кстати, мы личностью начинаем становиться в подростковом возрасте, мы начинаем отделяться от родителей, были записи по родителям, кстати, вот отделение от родителей у многих не завершилось, я, в принципе, хочу сказать, что многие до 40 лет доживают, они еще от родителей не отделились, и вот эта вот такая инфантильность, связь с родителями часто очень сильно мешает им, потому что у родителей могут быть установки, например, что богатый человек это сволочь, и что становиться богатым, это вот плохо, да, и вот эти деньги могли быть только вот нечестным путем, а мы связаны, и у нас бессознательно, я как стану богатым, значит я стану сволочью, и вот, вот, вот с такой динамикой далеко не уедешь, по крайней мере, по-настоящему богатым не станешь, пока не произойдет вот эта пуповинка не отрежется от родителей, да, вот пока у вас такая динамика может работать, и вот отделение, психологическое отделение от родителей, это совершенно не значит, что вот вы не общаетесь с ними, или там забегите на другой край света, не помогает, у нас есть ситуации, когда мама здесь, в Украине, дочка в Соединенных Штатах Америки, или в Италии, ну в общем, на другом конце света, ха, пуповинка работает, да, вот в принципе, безотказно, то есть это внутренний психологический процесс, и вот в кризисы роста мы очень противоречиво проходим, мы отделяемся от родителей, иногда очень жестко, бою я с ними, нам в них не нравится, мы говорим, мы никогда такими не будем, а потом, когда, например, у нас появляются собственные дети, и мы начинаем там на них наезжать, где-то в какой-то момент останавливаемся, и, ё, а я же сейчас веду себя точно так, как мама, или там, как папа, ну это честные люди, которые могут посмотреть на себя со стороны, а я же себе давал слово, что я никогда так себя вести не буду, то есть чем больше мы себе говорим, я никогда таким не буду, тем чаще мы подсознательно вот это предопределяем, что мы именно так себя будем вести, вот такие злые шутки играют с нами подсознание, если не уметь с ним себя обращать, обращение, о да, сначала отрицание, потом повторение, я вот вижу, что многие вот узнают эту ситуацию, и вот такое родительское программирование и кризисы роста, кризисы роста, вот мы на этом, скажем, я введу, как уже все ввел, ну и что, я хочу сказать, что бессознательное, точнее подсознание, оно-то проявляется в нашем поведении, но мы этого не видим, чаще всего мы видим чужое поведение, это видно по чату, вы многие эти ситуации видите в окружающих, ну, я человек, не подумайте, не религиозный, не секта какая-то, ну и вот мне все-таки вспомнилась слова из Нового Завета, да, бревно в своем глазу мы не видим, да, а сучок в чужом глазу мы легко определяем, это на тренингах очень часто видно, там, ого, я знаю, а в себя мы не видим, ну так и положено в принципе, да, вот поглядеть на себя со стороны крайне сложно, а я вот запах свой не чувствую, там голос свой не слышу, на записи слушаю, думаю, это не я говорю, ну и так далее, то есть увидеть себя со стороны, это еще очень большое искусство, и никогда до конца не удается, поэтому вот видите, вот эту линию я нарисовал, это вот такие проявления, это некий такой неадекват, который мы не всегда замечаем, и там кстати есть такие вопросы, кто вас сильнее всего бесит, ребята, есть такое понятие, как тень, придумал ее ближайший ученик, Фрейда Юнг, очень сложно, хочу сказать, меня рвало как хомячка, но вот этого, которого от никотина, да, что лошадь убивает, а хомячка так рвет на куски, когда я сам себе говорил, так вот же оно, да, вот то, что нас бесит, сильнее всего у нас и есть, но мы не замечаем, когда мы себя так ведем, да, мы точно так же себя ведем, но мы это же не любим в других людях, просто нас, ну, признаться, это целая эпоха, я не требую от вас этого, но просто говорю, да, что такое есть, и стоит задуматься над этим, стоит все-таки, может быть, поисследовать эту область, и в нас это проявляется, если вы научитесь видеть в себе некий адекват, вот в какой-то момент говорить, стоп, а почему я сейчас так реагирую? Иногда нам кажется, что это внешний мир нас вынуждает, вот когда рядом есть другой человек, он по-другому реагирует, нам как-то понятнее, блин, ну вот же, вот человек на ту же ситуацию реагирует иначе, значит, это не такой непроизвольный, ну естественный ответ, да, вот наступили на ногу, ты говоришь, ну что ж ты мне хороший человек на ногу наступил, а вот какой-то вот зашкаливающий ответ, да, какой-то ответ немножко какой-то своеобразный, и вот тогда вы научитесь видеть вот эти ограничения, тогда вы научитесь понимать, а вот что-то меня тут понесло, вот тут у меня что-то происходит, вот тут со мной что-то не так, и главное, главное хочу сказать, не надо себя обвинять, не надо себя, вы ничего не можете с этим сделать, это вот то кодирование, которое, я не знаю, в каком-то там из этих случаев произошло, ну просто скажите, да, у меня это есть, и поищите способ, как с этим работать, ну, я же говорю, есть самостоятельные методики, в принципе, медитации, пропивание там, мантр, холотропное дыхание, в общем, это отдельная тема, ну, можете обратиться вот к специалисту, типа меня, или к какому-то другому, если уж моя физиономия вам не понравилась, или еще по какой-то причине, не всегда женщины идут к мужчинам на терапию, потому что часто у них отношения с папой такие сложные, и так терапевт вызывает те же чувства, ну, бывает по-разному, иногда наоборот, поэтому, в принципе, тогда, знайте, первое, самое главное, что я хочу, это решаемо, вот так, аллилуйя, да, слава Богу, это решаемо, это есть, это возможно, современная психология это создала, ну, кстати, сейчас видно, что многие там традиции буддийской и так далее, тоже работало в правильном направлении, но так или иначе, это работает, и это очень эффективно работает, и может помочь вам на много ступеней выше подняться, осталось у нас бессознательное, там, в принципе, много чего, я скажу, так как уж я расстановщик, кто знает о расстановках, ну, не могу я мимо этого пройти, есть еще такая необычная часть влияния, вот именно не из подсознания, это подсознание, это наше личностное, это бессознательное, это не личностное, это глубже, это в памяти рода, таковая существует, носитель не знаю, где, может на генном уровне, множество на полевом, есть умные люди, разберутся, я точно знаю, что это факт, обнаруживаемые мной неоднократно, чуть ли не ежедневно, в работе с клиентами, в истории рода, может быть какая-то трагедия, а кстати, в истории наших народов, трагедии, ну, более чем достаточно, это и войны, это и революции, это и раскулачивание, и например, может быть причиной, потому что вы не можете прорвать, то что говорят, финансовый термостат, это может быть то, что когда-то ваши предки, были богатыми, но из-за этого, они практически, там, часть просто погибла, быть богатыми, опасно для жизни, и человек достигая, какого-то уровня благосостояния, он только раз, и все спускает, раздает, были такие описания, раздать, да, раздать, и освободиться от денег, побыстрее, выживаете таким способом, есть другие вещи, многие психосоматические заболевания, связаны так называемыми, родовыми сюжетами, они разнообразные, к сожалению, мы утеряли традицию, было вот раньше, ну, до революции, такая вот традиция, помните о наших предках, знать там до седьмого колена, знать эти истории, основная, скажем, беда в том, что мы забыли, вот мы забыли на сознательном уровне, так бессознание нам напоминает, и нас заставляет проживать, вот то, что мы забыли, вот именно, в своей жизни показывать, кого-то там, ну, например, человека, который сидел в тюрьме, приходит клиентка, говорит, у меня ребенок ходит по кругу, руки заложил за это самое, мы посмотрели, как он ходит, я говорю, слушай, а заключенных у вас в концлагерях, там не было, говорит, так были, и все, у ребенка проходит это, это самое, это поведение, то есть он показал того, о ком забыли, понимаете, заключенного, которого была трагическая судьба, опять же, детализовано не буду, обоих на этом останавливаться, просто, такие, яркие пятна, очерки, и многое из того, вот, кстати, есть эффект повторения судьбы, повторения судьбы бабушки, например, или дедушки, это вот через поколение очень часто повторяется, там есть своя последовательность, через сколько поколений повторяются сюжеты, иногда жесткие повторяются в каждом поколении, например, если разорван контакт между матерью и дочерью, ну, вот нету контакта, да, жесткие очень напряжения, то так посмотришь глубже, а наши методы позволяют посмотреть, не буду тоже рассказывать, кто был на расстановках знает, кто нет, ну, я уж тут не смогу сейчас, коротко объяснить, можно посмотреть, это было между мамой и бабушкой, между бабушкой и прабабушкой, и туда вот, в глубину, это уже стало традицией, и, кстати, уже у дочери, у моей клиентки, молодой, красивой женщины, уже как бы стать, вывести себя по-другому, или как-то изменить это в отношениях со своей дочери, это уже как-то вроде прервать связь с родом, в общем, так вот бывает сложно, но возможно, да, и нарушить такую вот традицию, в кавычках, возможно, так, когда понесло, как же затормозить, вижу себя точно, да, уж как успеть затормозить, да, вот вы знаете, иногда затормозить не удается, ну, так вот, бывает очень сильно мощные эмоции, можно немножечко, как бы так сказать, снизить накал, да, ну, по крайней мере, там, не знаю, не побить кого-то из близких, там, за ножи не хвататься, или, или просто остановиться перед тем, как сказать какое-то последнее слово, чтобы, вот если, например, это с мужем, там, или с ребенком, ну, чтобы травма ему не нанести, какой-то, поэтому, в общем, механизм, вот вы знаете, по алгоритму идет, раз, два, три, четыре, пять, потом, что со мной было, не знаю, следующий раз, раз, три, четыре, пять, что со мной было, не знаю, то есть, вы видите, идет как по замкнутому кругу, вот как раз есть там такой сюжет, вот такая сцена там разыгрывается, разыгрывается какая-то ситуация, которая была либо в вашем прошлом подсознании, либо вот в родовом прошлом, да, вот может такое разыгрываться, и вы можете обнаружить только эту структуру, и смягчить ее действия, но если вы, например, у вас очень сильная эмоция, и вы не перепроживаете ее, то она пойдет внутрь, и может разрушить ваш организм, в общем, однозначного совета не могу дать, однозначного совета, самое лучшее, это терапевтическое проживание, то есть, символическое, находясь рядом с специалистами, они не дадут вам возможности запасть, да, снова, там, ухудшить состояние, они создают вам на соответствующие условия, и вы проживая, перепроживая, находясь рядом со своим ресурсом, вы освобождаете вот этот, эту энергию, и получаете ее назад, в качестве силы, которая дальше уже, а, кстати, становитесь специалистом, по решению таких проблем, то есть, многие вот, как вот, преодолевшие алкогольную зависимость, могут потом многим другим помогать, то есть, у вас будут, в сети работаете, кстати, к вам могут притягиваться люди, если у вас есть какая-то проблема, у вас могут притягиваться люди, так, по такой же проблеме, да, то есть, той же самой динамикой, с теми же самыми проблемами, да, с теми же самыми, это самое, потому что мы как магнит, вот эти волны, видите, это магнитные волны, мы, эти волны ведут нас по жизни, то есть, притягивают какие-то ситуации по жизни, притягивают людей такого рода, это может быть и супруг, который притянулся со своими проблемами, супружеские, кстати, травмы, зеркальные, и, кстати, поэтому мы можем больно делать друг другу, мы знаем, у нас зеркальные травмы, мы знаем, как сделать друг другу больно, так, раз, и на любимую мозолю, он так, ааа, а он нам, ааа, и хоть, я бы его убил, но жить без него не могу, ну, вот такая вещь, мы, в общем, эти игры играем, иногда довольно жестоко, то есть, знаете, что то, что внутри вас, то является магнитом, оно притягивает к вам обстоятельства людей, и деньги, кстати, это вот, в принципе, тоже такой, объект, понимаете, вот я часто ставлю, извините, такой термин, потому что, расстановка, это там есть заместители, я вот ставлю человека, ставлю деньги, и смотрю, как он с деньгами взаимодействует, иногда ему перед деньгами страшно, иногда он ждет, что они его пожалеют, ну, в общем, дурдом какой-то на колесиках, понимаете, вроде говорит, я хочу заработать миллион, ставлю перед ним миллион, а он от него просто полностью обнуляется, понимаете, то есть, дай ему миллион, вот недаром, кстати, говорят, вот посмотрите, что происходило с людьми, которые выигрывают супер выигрыши, вот там, джек-поты, так редко кто из них нормально потом закончил, понимаете, редко кто из них смог потом вообще остаться в живых, или там тюрьму не сесть, читали, смотрели это, и часто, кстати, деньги к вам не идут, чтобы вас спасти, потому что, если вы получите эти деньги, вот этот финансовый термостат, вот на вас свалится миллион, иногда это для вас очень опасно, или для вашей семьи опасно, она распадется, там, дети от вас отвернутся, как вот с этими джек-потовцами получается, то есть, очень, есть динамики успеха, то есть, вы, в принципе, можете быть успешны, так, циклично, то есть, вы раз, добились, выползли, как вот, извините, буду немножко с украинским говорком, я к жаба накручу, выбрались, и только раз, и полностью обнуление, у вас там есть темы по обнулению, когда вы полностью добились, и в нуле ушли, добились, и в нуле, много было таких описаний, похожих описаний, и вот это вот такое, сверх-вниз, такие качели, вверх-вниз, вверх-вниз, вас понесло, так вот, в принципе, там есть какая-то причина, почему она вас обнуляет, вот, в успехе очень много противоречий, вы когда ходите, вы стали богатыми, и тут от вас отвернулись родственники, или слишком много от вас хотят, дай мне, дай мне, дай мне, тебе что жалко, ты ж богатый, блин, не хочу, что я вам он должен давать, давайте зарабатывайте, и у вас внутри запускается механизм, который это все богатство раз, и вытер, все, да, и, ну вот, этих механизмов много, я просто разные примеры показываю, вот, кто-то пишет это точно, вот, видите, в принципе, где-то идут точные попадания, Светлана Лавченко пишет ужас, Светлана, вы до этого тоже писали ужас, кто-то писал ужас, ага, да, объедините усилия, Светлана, с кем объединить, если можно, а, объединить усилия с теми, кто пришли к вами, можно объединить, но только, чтобы не получился, клуб по интересам, знаете, это клуб с неудачниками, мне, кстати, многие нравятся ситуации, когда родители учат детей, ну, как строить семью, строить отношения с мужчинами, мама учит, дочь, как строить отношения с мужчинами, ну, дочери там 25 лет, я говорю, а как у мамы отношения с папой, так, какие, никакие, ну, в общем, собачьи, ну, да, вот эта ситуация, у меня не получилось, это не получилось, это не получилось, это, я тебя научу, как жить, да, я специалист теперь стал, ей кажется, что у нас на своих ошибках, может, на самом деле, если ты уж, извините, если ты не умеешь, то ты точно этому не научишь, и научить может только только у кого получилось, понимаете, так, понял, выше контекст, понял, спасибо, Светлана, подскажу, как делать не надо, хорошо, спасибо, и так я рассказал вам о, какие-то глюки, хорошо, хорошо, все, восстановилась связь, и так я хочу сказать вам о том, что дальше в бессознательное я объяснение не буду идти, то есть достаточно родовой памяти, есть еще память народа, но это на очень глубоком уровне, она может влиять на вашу успешность, но может влиять, да, действительно, память народа, и общечеловеческие какие-то архетипы, но это опять же, ну, оставим за рамками, и так еще одну вещь, которую я хочу сказать, она очень важная, если с нами произошла травма, нам с этим больно, но с этим же надо как-то жить, и мы выживаем, да, не живем, а выживаем, и мы построили, вот видите, у меня на слайде, вот такая есть, красная линия, жирная линия, мы построили себе систему защиты, эффективную систему защиты, забылось, вот забыла за эту девочку, которая стоит там под окном, и плачет, потому что родители не пришли, вот оставили ее ночью в детском садике, забылось, боли нету, работает система защиты, но она работает против нас, понимаете, наше подсознание, это наш ресурс, вы же не помните, что было 5 лет тому назад, ну 100% не помните, и книжку, которую читали там, не знаю, 3 недели тому назад, и она вам нравилась, были классные идеи, вот классно, там человек достигал успеха, вы забыли там, оба, большую часть информации, а я вам гарантирую, кто хочет, поищет подтвердение, если мне не поверят, мы помним все, что с нами происходило, не все люди могут это самостоятельно, при помощи гипноза, практически все, все, что было с ними, при том записанное на нескольких треках, звук, запах, тактильные ощущения, все записано, это фантастически, у нас все это записано, все там подсознание лежит, представьте, если все, что вы учили в школе, у вас вот сейчас бы, хоп, и включилась, та энциклопедия ходячая, то есть, наши знания туда ушли, защита, плохая память, включилась, надо забыть это, да, вот, откуда плохая память может быть у вас, ваша память заблокирована, ваши ресурсы там, ваши таланты там, ваша сила там, ваше вдохновение там, мы закрылись, понимаете, мы успешны, частично успешны в этом, мы, ну как, другого способа не было, нам надо было жить, нам надо было выживать, мы закрыли эту защиту, но теперь эта защита нам мешает, и вы знаете, к чему я пришел, вот то, что мы называем личность, или характер, там, какие-то особенности, наше проявление, это вот эти защиты часто бывают, мы вот от родителей отделялись, мы защиты построили в борьбе с ними, мы защиту своими травмами выстроили, теперь мы вот такие, но эти защиты теперь превратились в такой кокон вокруг нас, который ограничивает нас, ограничивает нашу энергетику, ограничивает наши возможности, наши силы, и теперь мы как бы, нам бы выбраться из этого, нам бы ослабить защиту, но просто так и не ослабишь, потому что оттуда полезут вот эти вот вещи, да, полезут вот эти травмы, и все такое, когда ослабевает защита, когда выпиваем алкоголь, многих может крышу сносить, с одной стороны, нужно с этим пообщаться, потому что оно оттуда там давит, а с другой стороны, происходит с нами такое, ну вот у меня отец, такое было, как, он золотой человек был, когда не выпито, а когда выпил, это все, это вот хавайся, мы из дома текали, вот такая была история, и у меня это там своих травм детских, в связи с этим валом, в общем, в принципе, вот такая противоречивая ситуация, мы имеем ресурс в подсознании, и есть Кехла, который говорит, вот забыл название, но вы, я думаю, знаете этого гениального человека, и там мы не можем это достать, оно там закупировано, оно там заблокировано, блоки стоят, который наш родной ресурс, данный нам по праву, есть там находится, но вот коробочка закрылась для всех, вот между сознаниями, подсознанием может быть достаточно мягкий, видите, там есть такая другая полосочка, такая прерывистая, оттуда может выходить, нормально, когда нету этой красной, оттуда выходят наши ресурсы, мы тогда действительно, как я говорил сегодня, гениальны, да, то есть оттуда выходит вдохновение, оттуда выходит идея, и оттуда выходит желание жить, работать и так далее, ну, пока что, вот в обычном состоянии, это закупировано, скрыто, и мы периодически, может быть, оттуда что-то прорывается, получаем это, ну, вот на 5-10%, о которых я говорил в начале, да, может и не надо вспоминать, может хуже будет, для вас это правильно, действительно, если вы будете вспоминать, вам хуже будет, лучше это делать в терапевтической ситуации, да, вот, Джон Каха, подсознание может все, спасибо за подсказку, немножечко уже, видите, моя память начала меня подводить, само разрешится, если все наладится, само разрешится, если все наладится, ну, может быть, разрешится, наблюдайте сами за собой, может быть, да, вот, может быть, само по себе, как-нибудь, хорошо, движемся дальше, и, я хочу сказать, что, я сейчас переключу на следующий слайд, и покажу вам, перейдем к тем вопросам, на которые вы писали, если не наладится, ну, если не наладится, Будем это место удалять Шутка, извините, конечно Я немножко Я лицо обезображенное КВНом, понимаете Как бы немножко осталось Дурных привычек Да Но надеюсь, вы на меня не обижаетесь Так вот, вы почитаете вопросы Да, там были вопросы по энергетике Вопросы по утомляемости Это косвенные вещи А вот эти вопросы, они напрямую связаны именно с подсознанием Если в вашей жизни повторяющиеся сюжеты, грабли Были у вас ситуации, когда вы Не могли полностью управлять Эмоции у вас внесло Какие ситуации у вас цепляли Что у вас других раздражает Это та тень, о которой я говорил Каких вы ненавидите Презираете Сложно очень смотреть в зеркало Всегда, блин Неприятно понимать, что ты точно такой же Просто Чего вы боитесь всего? Это страхи Есть у нас тренинг Наши любимые страхи Это вот, да Страхи, это классно Там, где страхи Там наши ресурсы лежат Чего вы боитесь больше всего Какие люди Ситуации Можно перевести до коления И как вы часто попадаете В неприятные ситуации Становитесь жертвой обстоятельств Ну вот это вот Мне кажется Один из самых жестких Вариантов Влияния Бессознательного Который Это самое Буду отвечать на вопросы Да, сейчас буду отвечать на вопросы И Попробовать во всем искать позитив Да, Галина Можно попробовать и правильно во всем искать позитив Если другого способа нет Это классный способ Но вы знаете Я знаком с представителем так называемой позитивной психологии Так вот они мне показались слегка искусственными Вот они приходили ко мне на это самое И Работать с ними крайне сложно Они не уходят в свою проблему Поэтому не позволяют извлечь Вот эту проблему В безопасных условиях И Так они с ней и остаются Вот знаете Если вам попала заноза в руку Ну может быть две ситуации Да, дать возможность ей там зарасти И остаться так с ней навсегда И дать возможность все-таки Переоспытав какую-то боль Достать ее И потом почувствовать облегчение Поэтому многие боятся Да, я знаю Мы проводим Собираем тренинг Да, вот я там Анонсирую тренинг Ну реальный тренинг Не в интернете И многие Это на предыдущем тренинге Мы анонсируем Все, у меня первого Я вот буду Записывайте Вот прямо сейчас Деньги заплачен Вегали Я очень часто знаю Что эти люди не придут Почему? Потому что Когда он соберется идти Его будет просто Ну кошмарить Колбасить И мной говорят Приходят на минут на 15 Позже От начала Говорят Я вот просто Зашиворот себя Прибалдук Ну просто Ну заставил себя прийти Я кстати всегда Поздравляю этого человека Я говорю Вы очень близко будете К результату У вас Вот Все произойдет И очень скоро Все поменяется Вот у таких людей Все уже созрело Вот вавочка Уже как бы Гной там уже Вот скоро прорвет Им так тяжело приходить Но у них быстрые результаты Ну ваша конечно Стратегия Вам решать Ходить Нянчиться Со своими вавками И до конца жизни С этим ходить И все эти ограничения Так сказать Ну или 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 Поэтому решайте Хирургическое вмешательство Тоже Я считаю Что все что с нами было Никуда выбрасывать не надо Ничего отсекать в себе Не нужно Все что с нами было Это наши ресурсы Если вы когда-то Пережили сильный страх То значит у вас там Обратная сторона страха Есть мужество То есть ничего не выбрасываем Все Помните Мои года Такая песня была красивая Мое богатство Вот все что пережили Просто все что там У вас в качестве травмы Превращается Трансформируется Алхимически Да Трансмутируется В ваши ресурсы И чем больше у вас травм Самый несчастный человек Прикалываюсь конечно Самый несчастный Это кого было Идеальное детство У него никаких ресурсов А тот у которого Были все эти вещи Когда он это все переплавит У него колоссальные ресурсы У него такой мощный аппарат Что просто И если вы посмотрите Биографии тех Кто достиг Да То там вы увидите Что именно так Что тех у кого много проблем Но они нашли мужество Их решать Те достигают Просто удивительных результатов Спасибо Я вижу здесь со мной согласные Хорошо И вот Я хочу сказать Что я немножко Отсортировал Ваша тема Вопросов Ответов было очень много Вас много И я поработал Просто с первым Вопросом То самое И вот Так как бы Немножко Обобщив Объединив Взял тематики Да Вот Немножко уже о них говорил Ну Взял Слова из ваших текстов Они такие яркие Метафоры Классные Начинаю с нуля Ну то есть Когда человек Идет идет Достигает У него потом Повисходит неудача Он потом опять начинает Достигает почти того же Самого уровня Опять неудача И так вот Не один раз Да Множество Притом Вы Конечно Работая в этом Марафоне Именно с вопросами Бизнес-успешности Больше сориентировались На бизнес-успешности Но Думаю что Тех кто писали Если посмотрят на ситуацию В каких-то других сферах Там тоже может быть Такой же Алгоритм Такая же динамика И Хорошо Сейчас я скажу Как это работает В здоровье Вот в здоровье Немножко отвлекусь Это не Начинаю с нуля Динамика Да Но например В здоровье Так как вы мамы И часто Мама еще таких Не очень выросших детей Я так думаю Да Возраст вы не указывали Но догадываюсь Например Ребенок может болеть Для того чтобы Помирить родителей А потом болеть Для того чтобы Мир его пожалел Вот может сказываться На здоровье Вот в принципе Это и в моей семье Было когда ребенок Чтобы помирить Папу маму Взял и заболел Ну Очень серьезная Болезнь Они вообще талантливые дети Они могут таким заболеть Что ни одному врачу Не мне это само Не подходит Вообще врачи все удивлялись Как вообще этим можно было заболеть А мне это открылось Когда я увидел Там дневник сына Случайно Не лажу по его личным вещам Что он самый счастливый Сейчас человек на свете Папа мама у кровати стоят Понимаю Заботятся о нем Многие другие вещи Могут сказываться на здоровье Например у вас может быть От страхов Напряжения В какой-то области Например в затылочной У вас может быть Высокое давление Частое головные боли Вы как будто мешок На себе носите И это может быть Определенный Такой застывший страх В вашей душе Который Вы можете Расценивать Как очень большую ответственность Да Дети даны Так И родители могут быть Болеть точно так же И Вообще болезнь Вот ко мне приходит клиент Я часто говорю Может быть иногда он на меня сердится И думает что я прикалываюсь Я ему задаю вопросы Иногда в лоб И иногда это срабатывает Он говорит Вот я болею То-то-то-то-то-то-то Я говорю И зачем тебе это нужно Вот если вы болеете Такими болезнями Ребята А зачем вам это нужно Подумайте Да потому что нужно У вас есть какая-то причина Болезнь например Помогает вам Отчего Чего-то не делать Например Или уйти от какой-то ситуации Или вот У нас есть знакомая Вот Женщина Вот Ну уже развод была Заболела И они помирились Болезнь помогла Болезни есть функция Я всегда говорю Если вы не решили проблему Которой Эта болезнь Помогает вам решить Решать не надо Потому что вы потом Еще раз Еще более Жесткой форме Это получите Ребята Надо решить То что болезнь хочет Решить для вас Да Вы сами не хотите Так болезнь Вот так вот Как-то знаете Я не буду Я не буду 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 Болезнь Выводит на все Это Вот если Все решено Тогда можно Лечить болезнь А иначе Если Так я Трах тебе Дох тебе Трах Скажу Как Хаттабыч Зазову Волосоке Все Уйдет То В принципе Вы снова попадете В ту же самую Ситуацию У болезни Очень полезные Бывают функции Даже у рака Бывают полезные Функции Это очень сложно Это тяжелая тема Не буду трогать Это Вот такая Вот Это самое Да Неосознанно Конечно Неосознанно Конечно Неосознанно И в принципе Неосознанно Вы знаете Очень трогательная Динамика По болезням Это вот Когда Вот я расскажу Усторию Утонула Дочь В 16 лет Мама Хотела Тоже Умереть Можете себе Представить Это очень страшно Говорить Ее Младший Ребенок Начинает Болеть У него Динамика Которая Называется Мама Лучше я Чем ты У меня Когда я Динамику Сталкиваюсь Самого Сжимает В горле И в душе Переворачиваются Ребенок Говорит Лучше я Умру Чем ты Мама И он Начинает Болеть Иногда Смертельно Опасная Болезня И Да Я вот Паузу Наверное Она уместно Сделал Эту Паузу И мама Отвлекается Мама Живет Мама Теперь Заботится Мама Теперь Старается Мама Теперь С ребенком Мама Живет И ребенок Живет Только Болеет Да Вот так Но Это тоже Все Решается И Как бы Только Желательно Чтобы Не такой Ценой Это Все Решалось Вот Такие Бывают Вещи Хорошо Я думаю Я ответил Даже Больше Чем Вы Хотели Второй Уровень Проблем Мать Тереза Я Всем Даю Деньги Там Внимание Ну И Пользуются Мною Это Самое Ну Да Тоже Очень Интересная Динамика И В принципе У Нем Мама С ума Не Сошла Она Получила Квалифицированную Помощь И Все Это Прошло И Ребенок Перестал Болеть Не Знаю Как Было По Другому Но Не Сошла И У Этой Динамики Но Могут Быть Разные Причины Нужно Конкретно Исследовать Конкретно Смотреть Почему Так Каким Людям Вы Это Отдаете Что С вами Происходит Почему Вам Важно Вообще Конечно Я скажу Женщинам Ну Вот Женщины Вы Так Вот Как Большинство Из Вас Честно Скажите Себе Что Вам Брать Это Будет Правда Ну Биологически Вот Природа Вас Так У нас Сделала Потому Что Ребенок Это Вообще Ребенку Нужно Давать У Вас Это Запрограммировано У Кого То Это Меньше У Кого То Сильнее То Есть Давать 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 И Вот В Принципе У Многих Из Вас Вы Хорошие Люди Вам Легче Давать Чем Брать И В Принципе Вот С Этим Нужно Бороться Сам Знаю За Собой Такую Динамику И Там Есть Интересные Такие Фишечки Вы Знаете Вот Я Когда Беру Я Вроде Как Не Хороший А Когда Я Даю Я Хороший Да Но Обратите Внимание Что В Таких Динамиках Вы Знаете Если Вы Назад Не Берете Или Почему То Даете Понять Что Вы Не Будете Не Хотите Назад Да То Вы Сами В Виноваты И Вообще Человек Который Как Б Дает И Говорит Там Мне Ничего Не Надо Он Нехорошо Поступает С Человеком Которому Дает Потому Что У Того Человека Которому Дали У Него Чувство Вины Потом Остается Нам Естественно Нам Сделали Хорошо Я Хочу В Происходит Разобраться Как Это У Вас И Откуда И Почему Следующее У Нас Уже Время Немножко Затянуто Но Надеюсь Вам До Сих Пор Интересно Интересно Кстати Ребята Поставьте Плюсики Я Тут Вас Не Загрузил По Полной Программе Хорошо Хорошо Ну Вот Пока Не Упаду Пока Буду Рассказывать Хорошо Еще Немножки Шучу Итак Отношения С Мужем Сказать Такую Важную Вещь Понравится Не Понравится Мужчины В отношениях С женщинами Очень Часто Переносят Отношения С мамой А Женщины В отношения С мужем С мужчинами Переносят Отношения С папой Я Прочитал Там Вот Тянет Ко мне Просто Как Магнитом Мужчин Алкоголиков Или Там Пьющих Хотелось Спросить Не знаю Может Быть Это Самая Так Сейчас Виртуально Спрашиваю А папа Не пил Очень часто Это бывает Может быть Какая-то Другая Причина И Мы Есть Вопрос Когда Мужчины Постарше Не знаю Не знаю Не знаю Очень Скорее Это попытка Получить Отеческую Любовь Отца Почему-то Она Не получена Что-то Произошло Не знаю Опять же Не буду Утверждать Стопроцентно Ну Похоже На Это Очень Часто Получается Так Что мы Решили Что папа Не прав И потом Отношения С ним Проигрываем В отношениях С мужем Считаю Что он Не прав К сожалению Из-за Портится Отношения И В общем Полная Происходит Какая-то Вот такая Дезгармонизация И Мы Часто Но Мы Я имею Ввиду В данном Случай Женщины Я говорю Как бы За женщин Расстраиваемся И боль У нас Как бы Чрезмерная Потому Что Вот И С папой Было Так И С мужем Теперь Так Часто Бывает Если Ребенок Мальчик Он Подрос И Он Ведет Себя Как И Как Папа И Как Муж И Меня Никто Не Любит И Очень Больно Вот Такая Динамика Может Быть Поэтому Отношения С Мужинами С Мужем Часто А Если Без Папы Если Без Папы Вы Знаете Я хочу Сказать Такую Вещь Если Дед Пил Да Может Быть Тоже Такое Если Без Папы Как Бо Сказать А Папа Всегда Есть Влияние Судьбы Отца И Вообще Как Бо Его Психики На Ребенка Есть И Кстати Обратное Влияние На Него Есть Влияние От Того Что У него Там 500 Детей Пользовался Популярностью В этих Списках Насдавал Спермы Бидон И Это Самое Есть Обратное Влияние Вот Папа Всегда Есть Папа Всегда Есть Даже Если Мама Была Изнасилована И Она Родила Потом После Этого Папа Всегда Есть Отношения С ним Всегда Есть Они Могут Быть Сложными Они Могут Быть Травматическими Они Могут Быть Болезненными Не Хочется Вообще Я Спрашиваю Часто Женщины А Паша Папа А Папа Нет А Как Это Нет Ну Вообще Нет А Вот Два Года Мне Когда Было Он Ушел От Мама Я Вообще О нем Говорит Вспоминать Не Хочу Я Смотрю На Эту Женщину Она В Джинсах У Короткие Волосы У Нее Мужеподобные Движения Кстати Часто Говорит Я Хочу Там Женственной Стать Но Она Отрицая Папу Она Непосредственно Сама Превращается В Мужика В Юбке Потому Что Она Папу Вытеснила Из Своего Сознания Ну А Папа Через Подсознание Пошел В Жестах В Гормонах Ну Во всем Да В Способе Поведения И Такая Женщина Приходит Ко Мне Говорит Сделайте Из Моего Мужчины Мужика Я Хочу Чтоб Он Был Мужиком А то Он На Я Говорю Если Я Из Мужика Сделаю Вы Подеретесь И Поубивайте Друг Друга Тебе Сначала Самой Надо Стать Женщиной Да Потому Что Два Мужика В Что Срезонировало И Что Это Было Полетно Неуверенность Неуверенность В себе Корнями Уходят Многие Причины Вот Часто Неуверенные Я Говорил Детки Которые Потерянные Дети Да Потерянный Ребенок Такая Неуверенность В себе В принципе Я Никому Не Нужен И Как То Не Известно Как На Меня Люди Проагируют И В Принципе Я Боюсь Контактировать С клиентами Мне Кажется Что Я Что То Не Так Делаю Может Кто То Себя Узнал Поставьте Плюсики Вот Такое Может Быть Неуверенность Себе Неуверенность Себе Может Быть Ситуации Сверх Ожиданий Родители От Меня Такого Такого Хотели Думали Мама Например Родила Меня Для Того Чтобы Папа Не Ушел А Папа Таки Ушел И Все Я Такая Неудачница Вообще По Жизни Вот Ну Я Вообще Ну Я Ж Родилась Для Этого Наверное Так Вот Закодировала Мама На Это Все Дело И Теперь В Я Просто Ну Вот Я Готовить Вообще Я Не Готовлю И Вообще Если Кто-то Рассказывает Какой-то Рецепт У меня Мозги Выключаются Вот Просто Выключаются Я Так Замечаю Что Начали Рецепт Рассказывать Клац Тишина В файле Ничего Нет И Клац Когда Перестали Рассказывать Все Начали Искать Что Мы Нашли Трехлетний Ребенок Лезет Ну Она У него Хорошая Память Не Перекрыла Слава Бог Лезет Маме Помогать И Мама На Нее Орет Обижает В общем Это Сам Мама Не Удосужилась Мешал Ребенок Под Ногами Муку Рассыпал Трехлетний Ребенок И В общем У девочки На Всю Жизнь Ну В общем Как Рукой Сняло В общем Ничего У него Отключалась Память Потому Что Тогда У нее От Сильного Состояния Вот Оно Состояние Полностью Повторяется У нее Отключилась То есть Она Как бы Выпала Из Реальности Из-за Этого Шока Что Мама На нее Так Наехала И Все И Точно Когда Говорили За Рецепты О Приготовлении Пищи У него Точно Тоже Воспроизводилась Она Включалась Кстати Когда Наша Бессознательная Она Просто Запись Проигрывает Понимаете Все Что Там Было Вот Например Была Травма Ну Там Кто Тобил Кого То Родитель Бил Ребенка Там Был Ребенок Который Пострадал Он Был Беспомощный От Неуверенности Тоже Беспомощности Он Был Беспомощный Он Пожертвовал Жертву Он Ну Как Ну Все Ну Ну Он Просто Там Перетерпел И Выжил Как Тогда Был Родитель Который На нем Зло Своё Согнал Может Там Не знаю На работе Или еще Из каких-то Жизненных Неудач Неприятностей И Был Может быть Кто-то Кто Пришел И спас Ну Не знаю Бабушка Заскочила И вот Кстати Из этого Появляется Треугольник Может Кто-то В этом Треугольнике Кстати Живет Сейчас Это Жертва Палач И Спасатель И Вот В этом Треугольнике Каждый Играет Свою Роль То То Вы В один Момент Будете Спасателем Это Кстати К матери Терезе Это Вот Туда Да Если У вас Есть Такой Треугольник Вот Вы По жизни Можете Быть Спасателем Но Не Всегда Замечайте За собой Что Вы Бываете В позиции Жертвы Вот Вы Написали У меня Денежку Берут Но Не Возвращает Жертва Пожалуйста Спасатель Жертва Иногда Иногда Где-то Я Не знаю Где-то Там Не Написано Вы Можете Быть Палачом Незаметно Для Себя Кстати Я Приписываю Себе Название То Есть Такое Открытие Поделюсь Я Считаю Что Там Не Треугольник А Четырехугольник Там Есть Еще Провокатор Вот Тут Кто-то Так А А Женушка Твоя Там Где-то С кем Ну Тут Что-то Такое Да Кто Провоцирует Эту Ситуацию То есть Есть Спасатель Есть Провокатор Вот Там Четыре Роли И Все Так В них Хорошо Поочередно Играет И В каждой Роли Вы Воспроизводите То Что Было В Травме Понимаете Вот Бессознательно Воспроизводить Ничего с этим Сделать Не Можете Пока Не Разрядятся И Невыполнение Планов Вот Следующее Доверие Да Вот Вы Доверяете Людям Ну Бывало У меня Такие Случаи Беру Опять же Попаду Не Попаду Над Вашей Ситуации Но Может Это Вот Возможно У вас Была Ситуация Когда Вам Не Доверяли И Вам Так Хочется Чтобы И Вы Доверяете Другим Вот Вот Своя Травма Когда Так Сделали Больно Вы Теперь Не Можете Чтобы Людям Другим Так Было Больно Вот Такое Может Быть С доверием Может Быть Другие Более Сложные Ситуации Сейчас Уже Конечно Все Таки Довольно Много Времени Прошло И Пора Уже Немножко Так Сворачиваться Потому Что Да Больше Двух Часов Мозги Не Мои Не Ваш Не Будут Работ Ну Не Припоминается Других Кейсов Других Ситуаций Моих Клиентов Чтобы Так Описать Когда Мне Переставали Доверять Да Вообще Это Травма Большая Когда Перестают Доверять Вещи Доверие Конечно Это Очень Важная Часть Нашей Жизни Ну И Связь С Родителями Я Уже Об Это Говорил Хорошо Ребят Я Думаю Что Мы С Вами Пообщались Буду Все Таки Заканчивать Мы С Вы Можете Заказать Работу Со Мной И Поработать Над Своей Проблемой Самостоятельно Отдельно Индивидуально Именно Так Это В принципе Лучше Всего И Происходит По Опыту Скажу Что Работа Онлайн Ничем Не Отличается От Работы Ну Как Лично Слава Богу Мне Важно Вас Видеть Ваше Лицо Видеть Вашу Невербалику Видеть Ваши Микро Там Движения Мимику Видеть Ваши Эмоции И Достаточно Чтобы Работать У меня Достаточно Инструментов Чтобы Работать Дистанционно Результаты Опять Не Буду Описывать Но Многие Вещи У Людей Как За Одну Сессию Изменились Прошли И Они Пришли Перек Решению Более Серьезных Вопросов Так Хорошо Хорошо Кому Понравилось Поставьте Плюсики Я На этом Буду Заканчивать Надеюсь Все Было Полезно И Спасибо За Внимание Что Долго Меня Терпели Хорошо Александр Продолжение следует